Надежде Николаевне 77 лет, 25 из которых она отработала на Алматинском хлопчатобумажном комбинате. Три раза в неделю она выходит из дома в 7.15 утра и идет в близлежащий магазин, чтобы занять очередь за бесплатным хлебом. В месяц получается сэкономить около 2,5 тысяч тенге, которые Надежда Николаевна отдает неработающей внучке. Собирается человек 50, 70, когда как, даже и больше. Но хлеба хватает обычно, да? Ну иногда не хватает. Бывает даже, да. Если опоздаешь, уже не хватает. Опоздал, уже все. А к скольке лучше приходить? Ну я прихожу полвосьмого. Машина подошла вскоре и хлеб выдают. Бесплатный хлеб для пенсионеров и нуждающихся раздают активисты женского клуба «Алма-Ата». Начиналось все год назад с 10 булок хлеба. Сейчас ежедневно в трех разных магазинах в городе выдают около 150 буханок. В очереди в основном пенсионеры. Многие приходят сюда каждый день. Мне 81 год уже. Пенсионер уже. Почему для вас так важно, хлеб? Почему вы приходите? Ну как, все же пенсии маловато. Думаю, может быть, добавят маленько. Поэтому переходим. Пусть не часто, но приходим, берем. 47 лет проработал, 40 тысяч я вышел в то время. Туда-сюда добавлю, сейчас еще до 50. Еле-еле доходят. Но этого не хватает? Конечно, не хватает. Все же сейчас дорожает. Особенно лекарства. У меня бабка болеет, вчера спошла. За 25 тысяч купил лекарства. Вот считай. Я кандидат наук. Я кандидат химический наук. Работала в ВУЗе, преподавала. Ну вот видите, обстоятельства заставляет приходить хлеба взять. Потому что у старшей дочери муж умер, поэтому остались эти дети. Поэтому я еще немножко помогаю им. 5 лет тому назад у меня пенсии было 28. Это сейчас уже 20. По 9 процентам, по 9 процентам. Вот такое дело. Кем вы работали? Работала учительницей, работала завучем, работала директором. Даже мне стыдно. Наверное, не надо. Мне стыдно. Сейчас ученики увидят, говорят, моя учительница. За прошедший год участники акции раздали более 35 тысяч булок хлеба. На сумму в 2,5 миллиона тенге. Это более 7 тысяч долларов США. Деньги – это пожертвования самих участниц женского клуба «Алмата». Плюс сбор средств в социальных сетях и периодически гаражной распродажи. У нас есть старики, у которых, например, базовая пенсия 11 тысяч 900. Или они получают просто какое-то пособие. Но не у всех есть дети, которые могут их содержать. И вы знаете, действительно, вот эти 2 тысячи 400 тенге, которые они экономят, для них это... Ну, на те же лекарства они могут потратить эти деньги. Поэтому... Ну, что я могу сказать? Приходят, значит, им это нужно. Активисты говорят, что на данный момент у них нет возможности открыть еще несколько точек раздачи хлеба. Но они надеются на то, что акцию подхватит кто-то из неравнодушных казахстанцев. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард.